Администрация Нинского округа подготовила проект регионального бюджета на трехлетний период 2019-2021 годы. Так, основные параметры главного финансового документа на 2019 год составляют более 17,8 млрд рублей по доходам и более 19,5 млрд по расходам. Дефицит 1,684 млрд или 9,9%. Проект бюджета одобрен на заседании региональной администрации. Впереди работа парламентского корпуса. Расчет доходной базы окружного бюджета произведен в соответствии со сценарными условиями и показателями прогноза социально-экономического развития Нинецкого округа и Российской Федерации в условиях договора между областью и округом. Наибольшую долю в доходной части бюджета занимают поступления в виде доли прибыльной продукции от Харягинского месторождения или 35%. Следующий по величине налог на имущество организации 33% и налог на прибыль организации 16%. Прогноз поступления данных доходов на 2019 год составил 6,25 млрд рублей, исходя из цены на них 63,4 доллара за баррель и курса 63,9 рублей за доллар. На плановый период 2020 год учтено в сумме 5,835 млрд рублей, исходя из цены на них 59,7 доллара за баррель и курса 63,8 рублей за доллар. На 2021 год сумма составляет 3,893 млрд рублей, исходя из цены на них 57,9 доллара за баррель и курса 64,9 рублей за доллар. В целом проект бюджета на следующий год сформирован на уровне ожидаемого исполнения текущего года. При этом впервые в истории округа была нарушена процедура подачи необходимых документов для формирования бюджета Департаментом образования, культуры и спорта. Чтобы не допустить срыва формирования и утверждения главного финансового документа Департаменту финансов пришлось принять меры. С Департаментом финансов в соответствии с пунктом 4 решения бюджетной комиссии номер 44 от 13 сентября 2018 года сформированы расходы по Департаменту образования, культуры и спорта Нинского автономного округа в общей сумме 4,910,068,000 рублей на 2019 год. В том числе 10,068,000 рублей – это средства федерального бюджета с пропорциональным снижением расходов относительно 2018 года в соответствии с ведомственной структурой расходов окружного бюджета по указанному главному распредителю бюджетных средств. Несмотря на сложившуюся ситуацию, бюджет 2019 года и на плановый период будет внесен на рассмотрение в собрание депутатов Нинецкого округа. Я полагаю, мы можем образование культуры, значит, здесь пойти на встречу в том плане, чтобы сдвинуть сроки рассмотрения на конец. Это позволит, возможно, нам вместе прийти к согласованным решениям по данной проблематике. Поэтому, я полагаю, мы в рабочем порядке учтем те рабочие моменты, которые у нас здесь возникли, потому что такого у нас не было действительно, чтобы один департамент у нас не внес в основном порядке своих показателей. Стоит отметить, что расходы на образование составляют наибольший удельный вес – 28%. Далее идут расходы на национальную экономику, социальную политику, ЖКХ и здравоохранение – 8%. Бюджет 2019 года имеет не только значительную социальную, но и инвестиционную составляющую. Расходы на строительство различных объектов планируются в объеме 3 миллиардов рублей в 2019 году, а общая сумма на 3 года превысит 7,1 миллиард рублей. В рамках окружной инвестиционной программы предусмотрено финансирование строительства либо реконструкции 21 объекта. Из них по 6 объектам планируется разработка проектной документации. По 5 объектам финансирование предусматривается с завершением строительства в 2019 году.